Что ты, чудовище? Хотел я так сначала сказать, типа поприветствовать, но потом я передумал. Ну да ладно, это, в общем, видос без особой смысловой нагрузки. Это, скажем так, знаешь, вот как детям сказка на ночь, только это рассказ, true story для взрослых. И как ты понял уже, дорогой мой дружок, вещь пойдет про резину колесную. Один, знаешь, это вот есть такие холивары, как писали раньше на форумах, типа религиозное сражение, это секта, там, борьба масла, кто какое чего льет, секта, там, резины использования, там, как марка авто, ну, в общем, холиварная тема, как олдскулы помнят. Так вот про резину, вот тебе, знаешь, это такая чисто история из жизни и опыта, которая, в общем, набралась у меня за 20 лет моего водительского стажа. В связи с открытием второй локации мы ищем менеджера, то бишь управляющего СТО, потому что я один, а локаций уже как минимум две. Если есть опыт в управлении СТО, автосервисом и что-то с этим связано, пожалуйста, welcome, пишите нам, пообщаемся. Все важные ссылки, контакты все в описании, так что жду вас. Когда-то давно, когда мне было где-то лет 17, и появился у меня мой первый мотоцикл Днепр, то, ну, в принципе, как бы я неискушенный человек был, и для меня, что касалось колесного, в общем, ну, скажем, сектора покрытия и так далее, я привык еще вот эти вот советские такие утверждения, советские рассказы, что резина, покрышка, она хорошая, тут как бы не может быть никаких сомнений, если на ней есть протектор. Вот если на ней уже нет протектора или там где-то кусок там спилена, да, вот тогда резина плохая, все. Ну, простые критерии, есть протектор, ставь юзой, нет протектора, бери, покупай. Ну, и основываясь на этой, в общем-то, теории, я аж как правильный хоботун, когда подмучивал там какие-то мотоциклы, еще что-то, я такой, о, колеса, резина, а какая резина на Днепрах? Ну, кто юзал старые мотоциклы, знает, что в процентах 80 или, наверное, даже в 90 процентах случаев, ну, по крайней мере, у меня так было, резина была всегда с нормальным протектором, ну, по крайней мере, визуально, то есть я за всю жизнь ни разу не встретил ни одного Днепра, у которого была реально выкатанная резина, там до, ну, то есть когда до лысого состояния, или вообще до корда, ну, реально такого не было у меня в жизни. И я же такой, резина, супер, отлично, значит, можно юзать. И вот, значит, ставлю я эту резину себе на мотоцикл, вот, она, ну, там я насобрал, там одно, второе у меня было колесо, и мне батя такой говорит, слушай, типа, ну, резина там старая, туда-сюда, слушай, давай купим, ну, мы уже тебе делаем мотоцикл, уже нормально там и то, и то, и мотор там ты сделал, все, давай тебе купим резину нормальную, ну, типа, новую, я говорю, да нафига, ты что? Он у нас есть там колеса, и то, и все, он говорит, так, эти колеса, типа, пусть лежат, а не хором, давай купим новую резину, уже новый мотоцикл. Мы едем на КМЗ, и, как сейчас помню, мы покупаем новую резину от Урала. На ней еще было написано Урал, и она была чуть-чуть толще, чем Днепровская. Днепровская была 3,75, Ураловская была 4,0. И вот новую резину я ставлю, начинаю ездить на мотоцикле, и, ну, ты ездишь, все нормально, и так, и сяк, и третье, и десятое. И потом, через какое-то время, подходит момент собрать мотоцикл своему другу на следующий год. Ну, как помочь, ну, помочь собрать. Вот мы ему скидываем мотоцикл, все, денег, естественно, ни хрена нету. И я же такой вспоминаю, о, блин, у меня же-то есть резина, у меня-то новая, а у меня же-то есть еще закрома. Мы берем эту резину, дело было в январе, то есть надо было одеть на колеса. И первое, что меня заставило задуматься, это то, что там, ну, я знаю, что я эту резину сам там монтировкой одевал, все. Ему ставить резину, покрышка не налазит. Не налазит, короче, она, ну, что-то, видимо, от мороза задубела, что ли. Холодно, ну, хотя, ну, как холодно было, там, около, там, нуля, да. Мы еще ставим возле обогревателя колеса, нагреваем, все. Короче, как-то мы это дело надеваем на переднее и заднее колесо. Вот. И мотоцикл как бы готов, надо же его проверить. Все, это как раз была чисто киевская зима, то есть снега не было. Было эпизодически мокрое, эпизодически редко там сухо. Ну, в общем, асфальт был, все как положено. Ну, холодно, понятное дело. Я же сажусь на мотоцикл, надо же его проверить, там, прокатать, все. Я еду, я еду на мотоцикле другом, абсолютно без задней мысли. Ну, ветер в голове, 18 лет, долбоебу. Без каких-либо мыслей, то есть, мотоцикл точно так же я начинаю входить в повороты, когда я его наклоняю. Блядь, мотоцикл у меня, сука, просто вот он, я не упал, я не знаю, как я не упал. То есть, ты его в поворот, он наклоняется, и он так вот дрифтом, двумя колесами его просто переставляет. Я в какой-то момент там отдернулся, раз, там туда, ну, скорость была, тогда я над ним, сколько я там ехал, ну, километров там 40-50. И уже на этой скорости его стало юзить. Я просто обосрался кирпичами, я приехал в гараж, вот так вот, блядь, слез с мотоцикла, типа, да ну нахер, что за дела, что за говно. После этого я задумался, какого хрена стал эту тему немножко изучать. И оказалось, что резина имеет свойство стареть, дубеть, становиться жесткой. И когда резина дубеет, становится жесткой на асфальте, она как мыло. Ну, то есть, она вообще ни черта не держит, ни дороги, ни черта. И так я впервые в жизни познакомился лично с тем, что такое резина, у которой есть протектор, но этой резине там 2-3 года, а этой резине лет 25. И это был на самом деле очень хороший урок мне в жизни, потому что вот то, что случилось у меня с мотоциклом, то же самое, я же как бы, ну, причинно-следственные связи, процесс обработал информацию, и я прикинул, что такая же херня будет и с автомобилем. Ну, автомобиль точно так же будет идти юзом, точно так же ты будешь тормозить, и тебя будет сносить, и все тому подобное. И у меня в жизни с тех пор появилось как, ну, не то, что там кредо, еще чего-нибудь. Ну, я могу экономить на многих вещах, что касается автомобилей. Я могу там какие-то более-менее бюджетные там колодки, диски поставить. Я могу масло, я раньше там пробовал что-то подороже, сейчас как бы в этом особого смысла нет. То есть, ну, просто чаще менять. Я там еще что-то могу делать. Но резина у меня должна быть 100% нормальная, хорошая. Она должна быть новая, и она не должна быть каким-то говнищем. Ну, это сейчас есть китайская, а раньше там были какие-то, я уже не помню, там, что только из сажей не делали той резины. Ну, то есть, резина должна быть у меня всегда адекватная. Да, оно стоит денег, да, оно пиздец как небюджетно. Но я уже ни один, и ни раз, и ни два, и даже не пять раз убеждался в том, что нормальная резина на тачке, она тебе экономит просто тучу головной боли. Это как минимум, как максимум, возможно, и даже жизнь. Так получилось, что резина, которую я юзаю, она марки Мишлен. Я не утверждаю, что это самое лучшее, что это самое бюджетное. Это одна из реально неплохих резин, скажем, достойных. И так сложилось в жизни, что когда-то я по совету одного человека приобрел себе Мишлен. Я поездил, я увидел, что он действительно офигенен. Это было еще на Жигулях. И после этого у меня Мишлен пошел абсолютно на все. У меня, по-моему, на Трансальпе на мотоцикле тоже Мишлен стоит. Я его еще когда в 15-м или 16-м году менял. Кстати, на Трансальпе, когда мод взял, та же самая тема была. Протектор, все дела. Я на нем летом прокатился, сделал там кружок из, откуда я ехал, типа как из Мрео в гараж. Ну, что-то такое. Я на нем проехался, я понял, что вот на этой резине я в принципе не имею никакого желания ездить. Я его поставил, купил резину, поставил и все. Новую на тот момент. Та же самая херня с дубовостью резины и так далее была. Так вот так сложилось, что это был Мишлен. Ну, как бы, есть и другая там достойная резина, как бы, суть не в этом. Суть в том, что это были всегда новые, нормальные катки. И вот там разные кейсы были у меня в жизни, связанные с этим, что я видел, что я наблюдал. И вот один из, пожалуй, ярчайших кейсов, это как бы вот в продолжение вот того рассказа, о чем я говорил, это было однажды, несколько лет назад, автосалон Мазда, мы с ними договорились, они нам дали новую тачку на покататься, видео поснимать. Ну, такое чисто вин-вин. То есть мне было интересно на новой тачке покататься там неделю, или там сколько, дней пять. Ну, и видео я поснимал. Так вот, это какой был, по-моему, двадцатый год, если я не ошибаюсь, или двадцать первый даже. Так вот представьте, то есть тебе дают новую тачку, Мазда, полный привод, двухлитровый двигатель, Skyactiv, все, но полный привод, с X5. И как раз погода была, вот как сейчас, если я не ошибаюсь, это был январь месяц. То есть, ну, в общем, мокро, снега нет, но мокро так и мерзко. И вот я езжу на этом автомобиле, целый день я на нем катаюсь, там какие-то свои там впечатления для себя пеленгую, что это то, это сё, это третье, десятое. И потом вечером я свою супругу забираю с работы, мы едем домой. Это мой обычный киевский поток, то есть нагруженный, там без каких-то тянучек уже на выезде из города. Всё нормально, и по обычному своему маршруту мы тулим. И я захожу на развязку, развязка типа клевер, ну, то есть вот две дороги с мостом, то есть вот эти вот заезды. Как бы банально, то есть просто ты поворачиваешь направо, потом дорога чуть-чуть налево загружается, и потом опять направо выходит. Ну, стандартная развязка. Единственное отличие, ну, уже вечер, пасмурно, мокрый асфальт такой. И вот я на этой тачке еду, спокойно захожу в поворот, причём скорость была где-то километров 60, ну, 50 минимум, где-то 60 было. То есть ты спокойно заходишь в поворот, поворачиваешь, ты начинаешь, то есть ты направо заходишь, поворачиваешь налево, там два ряда, соответственно, ты по одному ряду заезжаешь, по этому же ряду ты двигаешься дальше, а ты заходишь в поворот один раз, и потом ты второй раз налево перестраиваешь как бы направление. И в какой-то момент я ощущаю, просто у меня волосы на заднице зашевелились от того, что машину вот так вот полностью с одного ряда переставляет в другой, в правый, в соседний ряд. Мне просто банально повезло, что на этом участке дороги не было вообще никаких автомобилей. То есть я был один. Я чётко слышал и ощущал, как у меня все четыре колеса абсолютно равномерно, спокойно их сносит, без заноса морды, жопы. Нет, вот просто ты в левом ряду выезжаешь, ну, левый манёвр делаешь, то есть дорога закручивается, и на скорости 60 пирожков. Вместо того, чтобы повторить движение дороги, ну, её направление, тебя просто вот так вот сносит в правый ряд. Отчего я просто то, что офигел, это ничего не сказать. Причём самое удивительное, что скорость, с которой я заходил в поворот, с этой же скоростью я ездил там каждый день на хонде своей. И это была небольшая скорость, я там в другой раз и веселее в поворот заходил. И у меня в принципе никогда не было проблем, что машину не то, что там, блядь, переставит из левого ряда в правый, а в принципе каких-то проблем, что что-то её где-то занесёт. И разница была лишь в том, что у меня резина была нормальная, мишленовская моя, а на этой мазе, я уже не помню, чего там стояло, ну, я хрен его знает, что там стояла, новая машина с салона. Вот что они там ставят, какая зимняя резина, такая, в общем, там и была, если кто-то знает, что они ставят в салоны. Тогда я просто, вот, впечатление это непередаваемое словами. То есть я проехался, я понял, что всё, больше я на этом автомобиле ездить не буду. Не потому, что автомобиль говно, а потому, что ну и вон нахуй, просто. Я поставил в гараж, поснимал там кое-какое видео и потом спокойно отогнал ребятам назад, сказал спасибо, всё хорошо, вот ваш автомобиль, в общем. Ну а теперь, блять, вишенка, сука, на торте. Третий кейс весёлых моих наблюдений. Недавно, это было вот осенью, так получилось, что у меня на Хонде летняя резина спилилась из стёрлости, и потому, что я не мог сделать вовремя развал схождения из-за этих морзовских свинособачьих нашествий. Получилось так, что я покатался летом, резина подпилилась, потом я развал схождения сделал, я ещё ездил там почти год, но как бы пришёл финал, то есть как бы резина, всё. И я там мотор делал, то есть какое-то время машина стояла, и получается как? У меня получается сентябрь месяц, ещё буквально месяц-полтора покататься, и нужно уже ставить зимнюю резину. Старая моя летняя резина, ну она спилилась в одном месте до корда, но на нём уже нельзя ездить. Ну просто это опасно уже, это не шутки, это опасно для жизни, и если тебе плевать на себя, подумай хотя бы о других людях. По крайней мере так, в общем, я рассуждал. Вот, и ну что делать, надо купить летнюю резину, но мне неохота летнюю резину покупать, потому что ты её купишь, поставишь, месяц поездишь, она у тебя год пролежит, ну какой смысл её покупать, она у тебя будет потом на год старая. Вот, и здесь приходит на выручку мой товарищ Серёга, который аргоном у нас занимается, и он говорит, слушай, тут вот клиент приезжал, он снял, там я ему менял шины, остались у него покрышки, они пожёванные, ну то есть он их поменял, они летние, ну как бы там, по крайней мере там ещё есть кусок протектора, тебе вот месяц поездить, тебе хватит. Ну то есть можем поставить, попробовать. Я говорю, слушай, ну давай, как бы выбора особо нету, ну проверим. И впервые в жизни я поставил себе бэушную резину, ну не считая опыта с мотоциклом, естественно. Перед установкой на диске, естественно, диски там он смотрит, прокатывается, чтобы они ровные были, всё, одевается резина, всё шикарно, я выезжаю. Ну, помимо того, что она дубовая была, то есть понятно, что ты там нажимаешь на тормоз, ты чувствуешь, как его вьюз срывает, ты где-то в поворот входишь, и ты понимаешь, что это уже вообще не то пальто, абсолютно, от слова вообще. Ну это как была, ну ты понимаешь, что эта резина, ну заведомо говнищая, то есть ну надо как-то доедеть. И в какой-то момент, то есть я ловлю себя на мысе, то есть ты едешь и где-то на 100 километрах в час у тебя начинается вибрация. Причём вибрация у тебя такая, ну нефиговая там на руле, в салоне. То есть там идут волны, то есть на 100 она начинается, к 120 она становится, ну так скажем, плюс-минус терпимая, на 140 она начинается ещё больше, а если ты его разгоняешь до 160, я один раз попробовал и понял, что больше я разгонять до 160 не буду, потому что у меня было ощущение, что сейчас колёса эти просто оторвутся и улетят куда-то в космос. Я приезжаю, соответственно говорю, Серёга, так и так, вибрация, всё, он снимает колёса, балансировать, всё нормально, нет дисбалансов, никакого. Мы меняем там передние на задние, вот это вот, всё, выезжая, ну становится картина плюс-минус то же самое. То есть вибрации где-то там на 90 она началась на 100, там чуть меньше, на 110 стало появляться, ну то есть в принципе ничего не изменилось. Так я катаюсь месяц, после этого я ставлю, как раз уже подходит время, я ставлю зимнюю свою резину мою, которую до этого два сезона уже, или сколько там отъездила, получая за какого, с осени, даже наверное три сезона, то есть с 20-го года, то есть это её последний сезон. Я ставлю свои зимние колёса, я выезжаю на трассу, 180, у меня тачка идёт просто как вкопанная, вообще без проблем. И мне Серёга говорит, ну понимаешь, это резина, то есть клиент говорит, я её не зря поменял, то есть это просто уже добитая, ухайдоханная, кривая резина, так ты на неё смотришь, она визуально нормальна, ты ставишь на колесо, там биение по балансу, всё отлично, но в движении она начинается, вот эта вот вибрация, где-то что-то продавленное, что-то мягкое и тому подобное. Вот словами не передать, вот этот вот фейспалм, каждый раз, который я испытываю, мысленно вот так вот просто делаю, когда я слышу о людях, которые говорят, чувак, купи себе бэушечку-резину из Европы, поставь и катайся. Вот ты не представляешь размер вот этого вот моего ахуя, который каждый раз возникает при этих словах, и я вот искренне пытаюсь, блять, понять людей, которые, понимаешь, это целая движуха, то есть одни тащат её вагонами из Европы, эту бэушную резину, другие её здесь покупают, то есть это пиздец, какая распространённая тема, это целый бизнес, просто феерический. Ну, понимаешь, не было бы спроса, не было бы этого бизнеса. Я искренне этого не понимаю, просто вот имея в жизни вот тот опыт, который я тебе рассказывал про резину и так далее, это у меня ещё в юношестве, скажем так, сложилось, когда мне там было около 20 лет. И вот этот вот кейс Кадара, который я рассказал про Хонду, про резину, которую человек приехал, ему поменяли, и он её выбросил, и только потому, что она валялась, Серёга говорит, давай, ну, типа, там она всё же лучше, чем твоя. То есть вот этот вот момент, то, что я, ну, скажем, в очи, ещё в хуй его знает какой-то тучный раз убедился в своей проводе, в своём правильном подходе и решении в этом вопросе. То есть вот этот вот фейспал мне просто не передать. Я тебе больше скажу, что по-нормальному, вот я лично для себя сделал такую вот, что по-нормальному, если бы у меня было денег вот прям побольше, побольше и ещё там маленькая тележка, я бы в принципе каждый сезон брал бы себе новую резину. Потому что я уже не раз замечал, у меня это уже где-то только три раза лично на моей технике я это видел, что ты берёшь новую резину, причём летнюю и зимнюю, ставишь. И вот ты ездишь сезон на этой резине, она великолепно у тебя работает. Потом проходит, допустим, это лето, ты откатался лето, поставил зиму, лето у тебя пролежало, ты ставишь её на второй сезон, и на второй сезон она тоже у тебя неплохо ездит, но ты уже чувствуешь, что ну вот местами чуть-чуть на три копейки не то пальто. Да, это разница, разрыв какой-то неогромный. Если первый раз, скажем, там 100% по работоспособности, на второй раз, на второй сезон там 90%. Но всё равно есть ухудшения. На зимней резине это чувствуется более ярко. То есть если первый сезон она у тебя гребёт просто шикарно, на второй сезон она уже, потому что ты на ней ездил, она уже немножко подозносилась, и она уже неплохо себя ведёт, но не настолько офигенно, когда она была новой. При этом она не старая, ей всего там года два, максимум три. При этом протектор там визуально есть, при этом вибрации она тебе никакой не даёт по трассе. То есть она, допустим, не убитая у тебя. То есть она просто нормальная колёса. Но вот ты тысяч, даже если ты 15 тысяч проезжаешь за сезон, ну, как показывает практика, для резины это, ну, это не то, что много, но это определённый пробег. И если есть возможность купить ещё вот новую, просто вот как бы с барского плеча, я бы так и делал. Поверь, это вот на чём-на чём экономить, а вот я бы так и делал. Но нет, у нас идут люди от обратного. Я на последние, сука, деньги купил какого-нибудь пятого или шестого Икса, а колёса туда нихуя, ни две копейки стоят. И я, естественно, что? БУшечка из Европы. Но это же Икс, он должен по трассе валить 220, и потом вот точно так же по трассе он валит 220, и на БУшечке отличной, шикарной, нульцевой БУшечке из Европы. Там просто лохи меняют её по сезону, там и по временным этим, с шикарным протектором. Просто они там с жиру бесятся на этой хорошей резине. Его потом наматывают на столб. Почему хрен его знает? Белка выбежала на дорогу. Покрытие дорожное хреновое. Не повезло, не фартануло пацану. Но вот так вот почему-то получается. Ну, опять же таки, это как это, религиозное убеждение. Это всё равно, что вот об этом говорить. Какие-то там идеологические убеждения человека. И пока человек на своей заднице не прочувствует. Кстати, не факт, что когда человек на своей жопе прочувствует, что он что-то, о чём-то задумается. Опять же, это будут виноваты. Кто угодно будет виноват. Инопланетяне, рептилоиды, пиндосы, гаишники там, менты, дорожники, мудаки, что яму не заделали. Ну, вот это вот всё. Кроме, сука, тебя долбоёба, который купил бэушное говно. Вот кто угодно виноват. Поэтому, что тебе добавить к этому? Мне нечего добавить. Ну, как бы, думать башкой надо и проверять. Попробуй где-нибудь, что вот попробуй проверить где-нибудь на каких-нибудь там машинах. Кстати, я тебе забыл сказать, рассказать весёлый пример. На Жигули, на копейку свою, когда я давно ещё купил Мишлен резину. Вот в стандартных жигулёвских размерах. Я ещё не размер. Я ещё когда заказывал, мне чел по телефону, раза три уточнил, на какую машину это. И он мне потом такой, да. Ну, это вот там что-то за 10 лет. Вы там второй человек, который это берёт на Жигули. Вот. Я реально это запомнил. И вот после того, как я на Жигули поставил Мишленовскую резину, ты знаешь, манёвренность по городу тачки была заебись. На скорости 80-90 тачка охрененно входила во все повороты. Виражи, манёвренность между рядами. Просто шикарно. Вот насколько хватало мощности тогда моего двигателя. Тачка шикарна. Нигде у меня ни разу в жизни не было, чтобы тачку даже на мокрой дороге переставляла там сряду в ряд. При этом ходовая у меня была абсолютно стандартная Жигулёвская. Все рычаги, сайлент-блоки, рулевые тяги, тормоза. У меня не было даже вакуумного сука усилителя на тормоза. Потому что это была копейка, его там по заводу не было. Понимаешь? Не было. И она абсолютно адекватная работала, тормозила, въезжала в повороты. Не было никаких проблем. А вот когда ты берёшь какую-нибудь Жигули с рюшечками там, раскрашенную и так далее, с какой-то резиной, сука, совковой ещё, она у тебя как корова на льду будет. И любая тачка, ты возьми эту резину, поставь на какой-нибудь Volkswagen, ты охуеешь, как змея, как этот Volkswagen будет тебе ехать на этой резине. Ну, то есть, и вот эти вот все, кстати, хуево туча тестов в интернетах по поводу пиздатости и безопасности автомобилей. Что вот мы берём несколько автомобилей, мы берём там какой-нибудь Ford, какую-нибудь Honda, Volvo и какую-нибудь китайскую тачку, и мы делаем тест, как она оттормаживается, типа, как работают системы эти курсовые устойчивости, ABS и всё такое прочее. Мы такие, вот, вот, там, Volvo самая пиздатая тачка, она пизже всех оттормаживается, у неё тормозной путь самый короткий, а какая-нибудь другая, какой-нибудь Ford, блядь, унылое говно, у него там путь, какая-то китайская тачка, у неё там путь в три раза длиннее, а на мокрой дороге там в четыре раза длиннее. И когда, блядь, я это смотрю, мне хочется задать единственный вопрос, чувак, а резина у тебя какая? АБС и всё остальное, оно срабатывает от проворота колеса, соответственно, колесо заклинило, колесо крутится. Если у тебя резина говно, и оно вот так вот просто будет клинить, а ГБС его будет отпускать, и тормозной путь у тебя будет и в пять раз длиннее, если это говно. Ты как бы одинаковую резину поставь, и тогда уже что-нибудь можно сравнить и показывать. Ну нахуя? Нахуя? Надо же лохом впаривать о том, что Вольво или там Мерседес и БМВ это автомобиль. Он охуенно рулится, охуенно входит в повороты, и самая безопасная тачка. А какой-нибудь Форд это говно, потому что резина у него говно, но об этом никто не говорит. И вот он рулится хуево, его сносит, его заносит, и тормозной путь у него сука в 10 раз длиннее. Вот мне интересно, проводил кто-нибудь тесты с автомобилями так, чтобы поставить новую какую-нибудь пиздатую резину, там замерить его там торможение, там все, и какое-нибудь ебанное говно, именно бэушное, с Европы, которому минимум пять лет. Вот я же таких видео не знаю и не видел. Да и вряд ли это кто-то что-то делал, потому что тест будет далеко не в пользу вот этого мифа пиздатости какой-то бэушной резины. Вот, поэтому ладно, это такое, знаешь, видео обо всем, ни о чем конкретно разговорного жанра, немножко с мотюками и тому подобное, эмоционально, да, свой личный опыт, который у меня в жизни есть. И то, что я сказал, это так, самые яркие кейсы, то, что я вспомнил. На самом деле, там много такого было, особенно там с друзьями, знакомыми, когда ты просто охуеваешь от того, что человек рассказывает, что он тут потратил ебейшее количество денег на какую-то там обшивку салона, там какие-то сигнализации, но вот он купил бэушечку, резину, потому что жду. Ладно, короче, у меня на этом все. Можете ебануть в комментариях, что вы по этому поводу думаете, сколько бэушечки резины, как охуенно, ебаните мне в комментариях, как вы все охуенно сэкономили, как по пиздатой цене у знакомого, который кресты на пузе рисует и говорит, вот эта резина, я тебе говорю, я ее привез из Европы для себя, там просто какой-то мажор ее выбросил, вот такой, как я, который говорит, что надо каждый сезон новую резину ставить, такой там долбоеб есть, он эту резину там 5 тысяч на ней проехал, он у него выбросил, а я ее привез себе, но мне она не подходит, поэтому на тебе по хорошей цене, вот расскажи, вот рассказывай мне такие истории, что я типа хуйню рассказываю и надо знать просто на какой помойке колупаться и все будет нормально. В общем, ладно, пошел я дальше что-нибудь запиливать, полезным заниматься, открывать вторую локацию, все ссылки, кстати, в описании и видео в описании, мы нанимаем, мы набираем персонал всех, от маляров, сварщиков, рихтовщиков, домехаников, электриков, приемщиков, запчастистов, ну в общем, как бы все полезные реквизиты в описании, я пошел заниматься продолжением открытия локации, я пошел. А, да, свинособаки идут на...